ну что ж великие гоблины роги из классики а также дк 58 уровня сегодня я начну рассказ о истории вов и стартанем и конечно же самого великого времени варкрафта ванилы это те времена когда сложность была выше столицы населенней а лут зеленее вы казуала даже не представляете какой была та великая игра кач был очень долгим но и безумно интересным и так любители ванильного мороженого открывайте ваши свитки и готовьтесь записывать внимание на экран поехали героин изобрели в 1874 году lsd в 1938 ну а наша с вами любимая игра вышла 21 ноября 2004 но это в сша а до европы она доползла лишь спустя несколько месяцев именно феврале 2005 года открылись первые европейские сервера среди которых еще несколько лет не будет русскоязычных во всяком случае официально привет варсонг и так каким был вов версии 1.1 сразу после релиза из крупных рейдов доступны только два молтен корр они же огненные недра и логово оникси основные инстанции на пять человек уже в игре однако некоторые например стратхольм были рассчитаны аж на 10 человек а чего не было не было ко мне призыва около инстансов канала поиска группы аукционные дома стояли только в сталь горни и орги мари грифоны же летали только до ближайшего распорядителя полета где игрок спешился и выбирал следующую нужную точку маршрута не было полей боя только true world pvp только хардкор из инстов не было марадона и забытого города вот с этого все и началось 13 лет назад неплохо для начала но что же было дальше патч 1.2 тайны марадона это первый контент патч ванилы добавивший в игру инстанс как вы могли догадаться марадон в пустошах поглазеть на задницу сексуальной принцессы террадрас рекомендовано было всем персонажам 40 по 49 уровне марадон это по сути огромная пещера с кучей боссов и трэша на его полное прохождение уходило 23 часа но она была в удовольствии так как вы попадали в шикарное красивое и зрелищное подземелье патч 1.3 руины забытого города как очевидно из названия этот патч добавил еще один инстанс дайр мал он же забытый город находился он ферроласе диапазон уровне с 55 по 60 а еще в игру добавили первых так называемых аудор боссов которые стояли в чистом поле и ждали когда их убьет рейд игроков в асшаре появился азуригос а выжженных землях лорд казак казак последнюю правда первый же день убили чуть ли не в соул с помощью бага а еще добавили булыжник meeting stone именуемый в народе камень призыва он позволял смотреть кто сейчас проходит конкретное подземелье и в общем все никого призывать он не умел также впервые для инстансов вели предельное количество игроков так огненная недра и логово оникси теперь имели лимит в 40 человек пик черной горы 15 забытый город 5 ну и остальные инстансы по 10 еще есть приятных мелочей большинству классов снизили стоимость обучения у тренеров патч 1.4 призыв к войне этот патч внес в игру первую очередь сильные изменения в пвп главное новшество теперь была система пвп рангов и пвп наград наконец-то в убийстве других игроков был реальный смысл но пришли первые изменения в части балансировки в пвп вели диминишинги на способности контроля замедлений и прочего теперь например эффект страха он же фир при первом применении на игрока длился не более 15 секунд а второй раз уже вдвое меньше патч 1.5 поля боя и здесь снова продолжение темы пвп первые поля боя ущелья песни войны и альтеракская долина появились именно в патче 1.5 причем альтерак представлялся масштабнейшие и порой очень затяжное месиво потому что по его длительности ограничений не было отчего некоторые бои длились реально сутками да и попасть на bg можно было только пешком через специальные входы на подобие инстансов соответствующих локациях они через батл мастеров городах учитывая это а также отсутствие кросс-сервера очереди на bg были не редкостью плюс одновременно вы могли встать в очередь только на одно поле боя и еще один прикольный факт о котором наверняка мало кто помнит раньше на бг рейд не создавался автоматически то есть придя на поле боя в момент разгара битвы можно было остаться вообще без группы и поэтому приходилось кричать в общий чат чтобы вас пригласили а рейд обычно собирал тот кто первым оказывался на поле боя патч 1.6 осада логова черного крыла ура наконец-то подъехал новый крупный рейд правда территориально он находился все там же в потасканной черной горе в инсте было восемь боссов с не фареном на финале сыном смертокрыла там фармился весь тир 2 кроме шапки и штанов в целом неплохой инст кроме этого патч 1.6 привез в игру ярмарку темной луны и батл мастеров так что наконец-то была возможность стать в очередь на bg в любой столице но опять же ограничение только на 1 бг в очередь все еще действовал вот мы и прошлись по доброй половине классики контента все еще было предостаточно особенно учитывая медленную прокачку по сути вы могли начать качаться в начале одного патча а апнуть кап левел уже в следующем в общем всегда было к чему стремиться желающих играть становилось все больше и как следствие место на серверах все меньше тогда никто не ожидал подобной популярностью вов патч 1.7 восхождение бога крови центре этого патча зульгуруб первый рейдовый инстанс на 20 человек он же стал первым шагом сделаны близами в сторону казуалов и небольших гильдий фактически он заполнял пробел между брс верхняя часть черной горы на 15 человек и массивно молотен кор огненной недра на 40 зульгуруб был относительно небольшим рейдом 6 обязательных и 4 опциональных босса несмотря на изначальную задумку трудно было этот рейд назвать таким уж казуальным так как его прохождение было довольно таки непростым еще в игре появилось третье поле боя низи на арате а для ущелья и арате вводится брекеты по следующим уровнем 20 29 30 39 40 49 50 59 ну и 60 запустили еженедельное рыболовное состязание в тернистой долине а еще теперь перед покупкой вещи можно было посмотреть как она будет выглядеть на персонажи привет примерочная удивительно но также только с этим патчем у паладинов появился добивающий спелл хамеров раз молот гнева патч 1.8 драконы кошмара и так вову почти год в игру добавили сразу четыре новых аудор босса the dragons of nightmare драконы кошмара они же emerald dragons или четыре дракона литон эмирис и сондры и тэйрар ударение поставил честно говоря наобум если верить истории они рандомно спавлить в четырех локациях да сквуд hinterlands фералас и ашенваль и немного лора по изумрудному сну впервые он упоминался аж в варкрафте третьем после войны древних малфурион ударился туда вместе с друидами и тиранда уже вызвала его обратно для того чтобы противостоять нашествию пылающего легиона если кратко то изумрудный сон это некая талонная версия азерота еще созданная титанами первозданно не тронутая разумной деятельностью войнами и катастрофами еще и на этапе создания вов предполагалось что изумрудный сон станет ключевой финальной темы игры это подтверждали разработчики а также некоторые пронырливые игроки которые смогли попасть в этот сон через файлы игры но к сожалению этим планом не суждено было сбыться каждой зоне кстати рядом с боссом есть портал в изумрудный сон но опять же он так и остался простой декорации другие изменения силитус эту полупустую локацию наполнили мобами и квестами тонко намекая на грядущий патч и да только в 1 8 ввели возможность выкупа обратно проданных вендору предметов он же buy back речь идет только о предметах которые вы продали за золото ну вы поняли о чем это теперь за победу на поле боя вы получаете три марки чести а за проигрыш только одну и собрав три марки можно было их сдать и выполнить повторяющийся квест за который в награды вы получали очки чести и репутацию соответствующей фракцией второе важное пвп изменения наконец-то для варсонга стал доступен пвп брекет для персонажей с 10 по 19 уровня что дало старт целой эре лоу-левел пвп от твинков патч 1.9 врата анкиража жаркие были деньки теперь наконец-то игроки поняли на кой черт вообще был нужен селитус тут не обойтись без лора как оказалось последнюю тысячу лет там вас ждал коматозный и крайне древний бог тун который в преддверии скорого пробуждения успел наплодить кучу мутантов насекомых кираджей сделав их из местных селитидов все последнее время этих тварей их повелителя сдерживала лишь построенная эльфами стена на юге селитуса но мудрые жители калимдора все же смекнули штуктун вовсе не скучает там в одиночестве а набирает силы для полномасштабного нападения и решили отпереть врата чтобы с ним покончить патч перенес нам два рейда казуальная версия на 20 человек руины анкиража и хардкорная на 40 храм анкиража где добывался так называемый тир 2 с половиной вы думаете можно было просто взять и зайти в инст не тут то было сначала все игроки сервера участвовали в венте the war effort в ходе которого они должны были собирать издавать ресурсы очень много ресурсов а для открытия врат надо было сделать сложный квест для восстановления скипетра зыбучих песков этот зыбучий квест могли выполнить только топовые рейдовые гильдии например одно из заданий требовало не только победить не фарина из бвл но и сделать это в пределах пяти часов после того как рейдеры пообщались с элестразом другие изменения аукционный дамо фракции связали в единую сеть ура также появился черный рынок гоблинов где орда и альянс смогли торговать между собой что до пвп наконец стало возможным становиться в очередь на все три поля боя сразу переработали и календарь резетов рейдовых инстансов теперь они обновляются строго в определенные дни недели крупные инстансы типа огненных недр и логово крыла тьмы обновлялись раз в неделю а например вы на анкираши из ульгуруб раз в дня патч 1.10 штормы азерота возможно вам казалось что погода вове было всегда но это не так она была введена в игру только с патчем 1.10 лично для меня это была одна из самых крутецких вещей введенных в игру другое изменение касалось полетов наконец-то перелет из точки а в точку d проходил без промежуточных пересадок в пунктах b и c еще одна весьма неплохая вещь теперь опыт который шестидесятники получали за выполнение квестов не пропадал а конвертировался в золото да вот теперь когда контента уже реально много еще одним шагом в сторону казуалов и свежеиспеченных шестидесятников стало улучшение лутов в инстансах на 5-10 человек и введение новых данжен сет 2 2 сайт был апгрейдом по отношению к первому и мог быть получен путем выполнения квестов в инстансах на некоторые же предметы повысили шанс дропа да и теперь шаломан с брд и стратхоль имели ограничение на 5 человек а у брс на 10 патч 1.11 день некрополиса вот с этим патчем в игре появилось именно то что можно называть топ контентом а именно на ксрамас обитель могущественного мага келту зэда поднятая магией короля лича из-под земли так в небе над пылающим стратхольмом появилась пирамида на ксрамаса и вот тут уже нет места казуалам оригинальный на кс на 40 человек стал безусловно самым сложным рейдом ванилы и одним из самых сложных во всем вов для его прохождения требовалось 40 хорошо одетых и слаженных тел отдельная история про геморрный приквест долгие часы фарма всякой всячины перед каждым походом в на кс все это повлияло на то что до конца его смогли пройти лишь единицы по некоторым оценкам около одного процента всех игроков большинство же не могло пройти дальше 2-3 боссов награду игрокам был доступен лучший шмот ванилы в том числе тир-3 единственный гир в котором первое время бегали даже в бк на 70 уровне также был запущен мировой вент по всему азероту летали некрополи и спавнили нежить который приходилось убивать игрокам ну что ж заключительный патч 1.12 барабаны войны что ж вот и вон финальный патч ванилы именно в нем впервые игроки с одного сервера смогли встретиться с игроками с другого так как велик рос сервера теперь вы больше не знали лицо каждого противника противоположной фракции на поле боя эх зато очереди на bg стали заметно меньше а сервера где одна фракция явно доминировала лишилась такого преимущества также наконец-то рейд на bg стал создаваться автоматически а лидером рейда становился игрок самым высоким пвп рангом стоит упомянуть и не особо удачную попытку воскресить world пвп который уже под конец ванилы постепенно загибался близ и искусственно заставили игроков сражаться возле специальных точек вселитусе и восточных чумных землях ну что ж это был последний патч ванилы за два года эта игра собрала аудиторию 8 миллионов игроков хардкорные рейды гринд долгая прокачка все это тогда не отпугивал игроков а наоборот на этом история ванила заканчивается всем спасибо за внимание а